Здравствуйте! Это новости Дагестана. В студии Джамиля Шарипова и вот главная тема. День учителя отмечают сегодня в России. О том, как работает молодым специалистом на селе, расскажем сегодня в выпуске. С поличным в Карабадакенском районе задержаны мастера по изменению винномеров автомашин. 40 автомобилей и одна землеройная машина прибыла в республику. Росети, Северный Кавказ передали тагестанским энергетикам новую спецтехнику. Сегодня по всей стране отмечают День учителя. Один из самых молодых преподавателей в республике работает в селе Кульзеп Кизыл-Юртовского района. Как удается молодым специалистам справляться с тяжелой ежедневной нагрузкой, узнавал Хамза Нурмагомедов. Магомед Абдулаев самый молодой учитель этой школы. Ему всего 22 года. После окончания ДГУ решил вернуться в родное село и помочь своей школе. По специальности инженер-энергетик. По этой сфере тоже были предложения, но я решил помочь своему родному селу, потому что есть острая нехватка преподавателей. И ушел наш учитель физики, Пеллигин Салехович, и я пришел его заменить. В Кульзепской школе обучается порядка 300 человек. Магомед преподает физику. Под его ответственностью все классы, начиная с 7 по 11. Самое тяжелое – это, скорее всего, в психологическом плане, то, что нужно себя воздерживать, и нужно с детьми работать правильно. То есть, не нужно показываться эмоции, если они какие-то у тебя есть. То есть, нужно аккуратно работать с детьми. Я думаю, самое главное. И, конечно же, чтобы дети получали качественное образование, и нужно самому быть на уровне. Преподавать в родной школе начал только в этом году, но здесь его знает практически каждый. Им довольны как ученики, так и учителя, которые в свое время воспитывали будущего специалиста с первого класса. Это один из любимейших моих учеников. Прекрасный студент был он. Хорошие отзывы мы получили. Очень спокойный, уравновешенный, адекватно реагирует и на поведение детей, и с детьми ладит, и уважителен к старшим. Мне нравится с ним работать, с ним комфортно работать. То есть, он справедливо оценивает и хорошо объясняет. Принятие решения преподавать в селе также помогла помощь государства, признается Магомед. Правительство по программе «Земский учитель» выделило молодому специалисту 1 миллион рублей. Очень важную роль всегда была программа «Земский учитель». И она помогает молодым, не только молодым специалистам, там до 55 лет можно подавать заявку. Но это очень большой скачок в плане педагогики. И качество образования повышается. По программе «Земский учитель» Магомед проработает преподавателем в селе как минимум 5 лет. Хочется верить, что Магомед так и останется учителем в этой школе. И ему, как и многим другим, не придется уезжать за пределы села и республики в поиске достойного заработка. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Долгосанов, телеканал ННТ, село Кульзеп, Кизилюртовский район. В Махачкале прошли рейды по местам торговли опасных табачных смесей с НЮС. В ходе совместных мероприятий депутаты гурсобрания и сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков провели контрольные закупки. Рейды показали, что в большинстве случаев предприниматели, не задумываясь, продают жевательный табак. После разъяснительных бесед продавцы уничтожили опасный товар добровольно. Сотрудники уголовного розыска задержали мастеров по изменению ВИН-номеров автомашин. Подозреваемые оказывали услуги по изменению идентификационного кода угнанных автомашин для их легализации. Незаконной деятельностью занимались двое жителей Кушинского района. По данным МВД, махинации они проворачивали на одной из автозаправочных станций в Карабадахкенском районе. Стражи порядка задержали подозреваемых с поличным при проведении работ по изменению маркировочных обозначений на автомашине DAF. Мужчины доставлены в отдел полиции. Скажи, пожалуйста, в этом цеху вы чем занимаетесь? В цеху здесь ходовые делаем, сварочные работы делаем, колодки поменяем, амарсезатор. Ну, по мелочи, по ходовкам делаем основные здесь работы. Какие машины? Здесь фури заезжают, основные фури, прицепы фури заезжают и все мы делаем. 15 октября в Махачкале состоится первый этап розыгрыша среди вакцинировавшихся. Призы будут разыграны в прямом эфире в инстаграме на странице Салмана Дадаева. Велосипеды и айфоны ждут своих счастливых обладателей. Также каждый день на трех пунктах вакцинации на Центральной площади в Русском театре и стадионе имени Елены Симбаевой можно выиграть смартфон, продуктовый набор или набор средств по уходу. Кроме того, 6 сентября среди всех участников розыгрыша ежедневно разыгрываются по два сертификата на тысячи рублей от торговых центров Махачкалы, а также пополнение счета на 500 рублей от операторов мобильной связи. Оплатить проезд маршрутных такси теперь можно картой. Накануне в Махачкале состоялась презентация пилотного проекта по внедрению автоматизированной системы оплаты. На 16 транспортных средствах уже установлено специальное оборудование. Теперь пассажиры сэкономят время и деньги и смогут уменьшить количество контактов в целях санитарной безопасности. Мы сейчас проводим активную работу с представителями рынков. Мы встречались и с управляющими наших самых крупных рынков. После этого были организованы встречи у нас и с представителями уже самих предпринимателями самих этих рынков. Взаимопонимание у нас есть. На данный момент сказать, что у нас вот прям вот пошла подвижка такая и везде установлены терминалы, пока это сказать не могу. Но понимание со стороны бизнеса мы почувствовали. Установленное оборудование позволит пассажирам оплачивать проезд по безналичной системе, касанием картой, гаджетом и смарт-часами. В то же время стоит отметить, что наличная оплата в общественном транспорте будет функционировать. Ранее данная практика была внедрена по маршруту Махачкала-Каспийск. В будущем планируется внедрить данную систему и единый проездной билет на всех городских маршрутах. Россети и Северный Кавказ передали дагестанским энергетикам новую автоспецтехнику. В регион поступило 40 бригадных УАЗов и современный бульдозер. Новая спецтехника позволит нашим специалистам более оперативно и качественно проводить ремонтно-восстановительные работы. А это, в свою очередь, повысит надежность энергоснабжения жителей Дагестана. Ключи от спецмашин работникам передал заместитель гендиректора ПАО Росети Андрей Майоров в ходе рабочего визита в республику. В Дагестане он проинспектировал подготовку к зимнему периоду, проверил ход восстановительных работ на высокогорной линии Шамильская-Ансух. Отмечу, с 2020 года в регион поступило более 250 новых машин. Их общая стоимость оценивается в 190 миллионов рублей. Абдул-Рашид Садулаев и Кайл Снайдер вновь сойдутся в решающей схватке. Сегодня в Осло пройдут финальные встречи чемпионата мира по вольной борьбе. Накануне триумфаторы Олимпийских игр подтвердили статус фаворитов турнира в полутяжелом весе. Оба одержали по три победы на предварительной стадии. Схватка в финале планетарного первенства в столице Норвегии станет для спортсменов уже четвертой по счету. Ведет в счете Садулаев 2-1. Кроме того, сегодня на золото в весе до 70 килограммов претендует Магомед Мурат Гаджиев. Легионер сборной Польши встретится со спортсменом из Киргизии. Отмечу, что на данный момент на счету дагестанских вольников на чемпионате мира две медали высшей пробы. Их обладателями стали Аббас Гаджи Магомедов и Загир Шахиев. Также серебро в активе у Магомеда Курбанова. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»